Приветствую! Наверняка вы слышали новость о том, что в Киеве таксист отказался обслуживать клиентов на украинском языке и высадил их из машины. И вот сейчас мы поговорим о том, является ли это нарушением закона, какая ответственность за это предусмотрена, и поговорим о том, а имел ли право Волт на этом основании расторгнуть действующее соглашение между ним и водителем. Не является ли это дискриминацией водителя по языковому признаку. Но перед этим я хочу поговорить о другом, о социально-политическом аспекте этого вопроса. Забегая вперед, да, скажу, этот человек закон нарушил. Действительно, он закон нарушил. Но вот проблема в чем. Это нарушение закона начали использовать политические силы, чтобы разделить нас по языковому принципу. Не ведитесь на это. Вот к чему я хочу призвать этим видео, чтобы люди, граждане Украины, разговаривающие на украинском языке, разговаривающие на русском языке, не велись на политические призывы, на попытки нас с вами разделить. Подумайте о том, что мы на самом деле одинаковые. Мы с вами граждане Украины. И мы с вами хотим все жить, независимо от того, какой родной язык для нас. Но мы все с вами хотим жить в Украине, которая является социальным, правовым, независимым государством. Мы все с вами хотим жить в процветающей Украине. Так скажите, какая нам разница, на каком языке говорит сосед? При этом это не значит, что не нужно соблюдать закон. И как человек, и как адвокат я говорю, есть у нас закон, с законом установлено, что в Украине государственным является украинский язык, и это надо соблюдать. И нарушать этого нельзя. Как и любой другой закон, этот закон нарушать нельзя. Но главное, чтобы соблюдая закон и требуя соблюдения закона от других, мы не переходили на то, что мы начинаем вестись на вот эти политические интриги, как внешних сил, так и внутренних сил, которые действуют по принципу, старому принципу, который вы все знаете, разделяй и властвуй. И нас пытаются разделить по этому принципу. Не ведитесь, мы все граждане Украины, мы все хотим одного и того же. И если мы будем вместе, мы только тогда сможем этого достичь. И тем людям, которые сейчас смотрят, и которые выступают, излишне активно может выступают, излишне крайнюю позицию занимают по украинскому и русскому языку. И мне пишут в комментариях, что почему же я веду блог на русском языке, может, это потому, что я расист, и я поддерживаю Путина, и я говорю ворожую, собачью мовую, мовую агрессора. Так вот, всем вам я хочу сказать. Я говорю на том языке, на котором моя мать пела мне колыбельные. И когда вы мне говорите отказаться от ворожей мовы, вы ее так почему-то называете, то для меня это мова не ворожая, это мова, на которой моя мать пела мне колыбельные. Путин не приватизировал язык. Тот факт, что Путин разговаривает на русском языке, не говорит о том, что я должен отказаться от языка моей матери. Вы подумайте, вот обращаюсь к тем, кто крайнюю позицию занимает в этом вопросе, к чему вы призываете? Вы призываете людей отказаться от языка их матери. То есть вы вдумайтесь, я должен прийти к своей матери и сказать, мама, ты знаешь, там Путин разговаривает на русском языке, так вот я теперь заявляю, ты колыбельные мне в детстве пела не на том языке, неправильные колыбельные ты мне пела, твой язык неправильный. Ну, вдумайтесь, разве это будет нормально? Нет, конечно. Не важно, на каком языке разговаривает человек. Важно то, что он делает. И если бы Путин вдруг сейчас начал говорить украинскую мовую, от этого бы он стал более приятным нам человеком? Думаю, нет. А скажите, те люди, которые сейчас воруют во время войны из бюджета деньги, из оборонного бюджета, ну, кто не верит, зайдите на сайт ДБР, посмотрите, там такой информации масса. Так вот, скажите, эти люди, которые разговаривают на украинском языке и воруют из оборонного бюджета, так что, они прекрасные люди? Конечно же нет. Не язык определяет человека, а его поступки, его дела. Помните об этом. И теперь давайте перейдем все-таки к юридической стороне этого вопроса. А для этого нам, конечно же, нужно посмотреть действующее законодательство. На сегодняшний день в Украине действует закон про забеспечение функционования украинской мовы як державной. И вот давайте сейчас посмотрим, какие же нормативы устанавливает он в контексте обслуживания потребителей. И вот есть статья 30 здесь, которая называется «Державная мова у сферы обслуговывания споживачив». И здесь часть первая говорит, что мовую обслуговывания споживачив в Украине е державная мова. И вот здесь я сейчас хочу акцентировать внимание всех людей, которые где-то работают, занимаются бизнесом. Знайте, запомните эту норму. Это норма закона. Это не кто-то что-то там сказал, кто-то что-то придумал. Есть закон, действующий закон, который устанавливает такое требование. При этом в части третьей есть исключение из этого требования. На прохание клиента его персонального обслуговывания может здействоваться також иншую мовую, принятную для сторин. Соответственно, если ко мне, например, обращаются клиенты, которые говорят, что давай по-русски будем говорить, «Да, я имею в этом случае право разговаривать с ним по-русски, и это не будет нарушения». Почему? Потому что часть третьей статьи 30 закона соответствующего разрешает это. Давайте посмотрим также закон о защите прав потребителей. Там вот в четвертой статье есть перечень прав потребителей, и в том числе есть вот такое право обслуговывания державную мовую. То есть это право каждого потребителя в Украине на то, чтобы его обслуживали именно на государственном языке. Теперь поговорим об ответственности. Но перед этим, да, мы же должны вывод сделать. То есть тот факт, что таксист отказался разговаривать на государственном языке, он нарушил требования по сути двух законов. Закона о защите прав потребителя и закона о обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Нарушение налицо. С юридической точки зрения факт нарушения есть. Далее, что мы смотрим? Это тот же самый закон, только статья 57. То есть здесь мы говорим уже об ответственности. Она называется «Порядок накладывания штрафов на субъекте в господарювание за порушение закону счету застосования державной мовы в сфере обслуговывания споживачих». И если мы почитаем часть первую этой статьи, то мы увидим, что в том случае, если человек нарушил, какой-то субъект хозяйствования нарушил требования этого закона, то уполномоченный по защите госязыка, либо его представитель составляет акт соответствующий и оглашает этому субъекту, который нарушил требования закона, предупреждение с требованием устранить все нарушения действующего законодательства. И потом, если человек не устранил эти нарушения, то в дальнейшем возможен штраф. И здесь дальше вот расписано порядок привлечения к, по сути, административной ответственности за нарушение этого закона. Также мы можем посмотреть с вами еще и Кодекс Украины о административных правонарушениях. Здесь есть статья 188-52, и она называется «Порушение закона еще до функционования и заскусывания украинской мовы як державной». И здесь есть перечень нарушений, и установлена ответственность. И здесь в основном установлено, что штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимума, либо же предупреждение, если нарушение осуществлено в первый раз. В тех случаях, если за год совершается второе правонарушение, то здесь уже работает вот эта часть, и здесь штраф от 500 до 700 необлагаемых налогом минимумов. Ну, 500 необлагаемых минимумов – это 8500. Соответственно, что мы видим здесь с вами? Что да, есть нарушение и есть ответственность. И, на мой взгляд, все-таки здесь человеку должны выписать предупреждение сначала. Ни о каком штрафе речь не должно идти, а должно быть предупреждение. Но это мое мнение. Здесь промежуточный итог подводим. Таксист нарушил требования закона, и есть за это административная ответственность. Идем дальше. Как мы с вами знаем, болт расторг с ним договор. И вот в СМИ это подается, что, мол, человека уволили и все такое. Хотя, насколько я понимаю, он все-таки не на основаниях трудовых отношений работал. Могли это сделать болт? Если мы зайдем на соответствующий сайт, где выложен публичный договор, вот та самая публичная оферта, которую болт предлагает всем водителям потенциальным, то мы там найдем следующее условие. Пункт 13.3. Болт мае право негайно разорвати угоду та заблокувати ваш доступ до платформи Болт без будь-якого попереднього поведомления, если вы порушуете загальні умови або угоду, будь-які застосовані закони або нормативні акти, не вважаете Болт або завдаете шкоди бренду, репутації або бізнесу Болт. Как это визначено Болт на власний розсад? Увыща в зазначенных выпадках мы можемо на власный розсад забраны-то вам рейструваты, но вы его диски, публиковый запись Болт. Итак, здесь мы видим что? Что в соответствии с тем соглашением, которое заключают водители с Болт, Болт оставляет за собой право расторгнуть это соглашение, если действия водителя подпадают под какое-либо из этих определений. Ну и здесь можно сказать, что такие действия, да, там Болт оценил как действия, которые задавдают шкоды бренду, репутації, або бізнесу Болт. И главное, что якце вызначено Болт на власный розсад. То есть, с точки зрения поведения Болт, вообще здесь никаких претензий нет, все окей. Подводя итог, скажем следующее. Этот человек действительно нарушил закон Украины, и за это нарушение предусмотрена административная ответственность. Как и любой другой нарушитель, он должен ее понести. И как мне думается, он понесет ее по всей строгости закона, а может даже и больше. Ну, а как по-другому, он же ж не военком с миллионными доходами, и никто его аплодисментами, конечно же, не встретит. Но, а некоторые СМИ уже опубликовали информацию о том, что якобы этому таксисту в качестве наказания уже вручили повестку. И вот тут я улыбаюсь, и у меня вопрос, а на кого работают вообще вот эти СМИ, которые формируют в обществе мысль, что повестку можно вручить в качестве наказания. И что в качестве наказания человека нужно отправить на фронт. Я напомню этим людям, что вообще-то, вообще-то, по Конституции защита Родины, Отчизны, это обязанность человека. И если уж так разбираться, то это один из священных обовязки в Людыны. И ни в коем случае нельзя это ставить в один ряд с наказанием. Потому что, если вы ставите это в один ряд с наказанием, то люди будут к этому относиться именно как к наказанию. И никаких добровольцев вы не увидите на пороге военкомата. Подумайте о том, какую же вы мысль формируете в людях, и за какой лагерь вы играете вообще. Ну, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, если вы разделяете мои мысли, то ставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подпишитесь на мой канал. Также я приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там информацию выкладываю гораздо оперативнее, чем в ютубе. И стараюсь отвечать в комментариях на ваши вопросы. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.